Понимаете, мужчине нужна любовь, любовь нужно давать, не желать, а давать. Если женщина начинает любить людей просто, очень ласково, заботливо относится, всех любит, всем рада, не ждет любви к себе, а вот всем служит, она копит силу, женскую силу любви. Постепенно она становится все более и более самодостаточной в отношении. И вот мое предсказание, женщины, в тот момент, когда вы будете испытывать так много счастья в отношениях с людьми, у вас будет много подружек, много хороших людей вокруг, которым вы отдаете свою жизнь, в тот момент, когда вы так много счастья будете испытывать и поймете, что вам даже муж не нужен, так хорошо вы себя чувствуете в отношениях, с этого момента мужчины не смогут вас переваривать, они не смогут переносить вашу психику, они будут в вас влюбляться, хотеть вас взять замуж. Это называется сбить мужика с ног своей женской силой, силой любви к людям, любви, желание дарить счастье людям, женская сила. Теперь есть мужская сила. Один молодой человек, послушник у меня как бы учился моим методикам, он говорит, Олег Геннадьевич, я хотел бы не жениться, остаться один на какое-то время, и говорит, сколько я смогу быть один, не жениться, чтобы развиваться лучше, сколько у меня времени есть. Я говорю, это определяется твоим развитием. Он говорит, что это значит? Я говорю, чем больше ты совершаешь аскезы, чем более мужественным ты становишься, тем более сильным ты становишься, ответственным, крепким, тем больше женщины не могут это терпеть. Что такой мужественный, крепкий, сильный, хороший парень один. Когда женщины не могут это терпеть, они будут смотреть на тебя, ласково относиться, заботиться о тебе, ухаживать и валить тебя с ног, пока не завалят. Поэтому говорю, если станешь развитым мужчиной, никаких шансов дальше тебе остаться одному нет. Тебе придется жениться, потому что кто-то тебя завалит с ног. Он скажет, а если я буду сильнее женщин, их как бы любви, если я буду сильнее, говорю, не волнуйся, найдется та, которая тебя будет сильнее. И ты никуда не денешься от ее силы. Она тебя завалит все равно. Понял.